Следующий доклад иридокапсулярной фиксации ИОЛ при подвиге хрусталика. Докладчик Иошин Игорь Эдуардович, заведующий офтермологическим отделением клинической больницы управления делами президента, доктор медицинских наук, профессор. Спасибо, 10 минут. Добрый день, коллеги, уважаемый президент. Так получилось, что мой доклад оказался в вашей секции в связи с изменениями в программе. Я постараюсь уложиться в 10 минут, может даже чуть быстрее. Итак, подвиг хрусталика. Частота его варьирует от 5 до 15%, зависит от исследователя, методов исследования, давности исследований, объема исследований и так далее. Но, тем не менее, проблема актуальна. Есть много классификаций. Самая простая классификация Николая Петровича Паштаева представлена здесь, определяет уже тактику даже при своем таком ближайшем рассмотрении. Третья степень – это, естественно, удаление хрусталика практически целиком и вне капсульной фиксации. А мы сегодня поговорим о подвиге хрусталика первой и второй степени. Вообще, при данном заболевании за счет смещения хрусталика возможны разные комбинации – сагитальное, горизонтальное, фронтальное смещение. И, исходя из вот такой вариабельной картины, сформировались разные подходы к профилактике смещения хрусталика, выбора методов хирургии и так далее. Первое. Вы все свидетели фантастического взлета технологии факумификации. Вначале она применялась только в случаях простых, теперь в осложненных. И практически нет сейчас катаракты, которую бы не пытались удалить с помощью факумификации. Поэтому сформировался такой подход – мы можем удалить любую катаракту, а уж при подвывихе тем более. Поэтому стратегия – сохраняем капсульный мешок во что бы то ни стало. Первая задача – обеспечить стабильность факумификации во время операции. Это ирис-капсульный ретракт и внутрикапсульное кольцо. Ретракторы способны стабилизации хрусталиков в ротальной плоскости, стабилизация хрусталиков в сагитальной плоскости обеспечивается внутрикапсульным кольцом. Ну вот, с честью для себя, извините, не сочтите за рекламу, мы имеем патент 1993 года. Это практически совпадает с мировыми началом использования внутрикапсульных колец. И вот то, что сейчас используется в хирургической практике практически всеми. Но мы поставили кольцо, мы использовали ирис-капсулы-ретракторы, и во время операции у нас все получилось. Но через какое-то время могут прийти подобные пациенты, когда смещается хрусталик с кольцом и вместе с капсульным мешком. Что делать? Поэтому на каком-то этапе появились другие изделия, которые, ну вот здесь представлены, может, основные направления по этому поводу. Это кольцо с всевозможными, так скажем, вензельками для подшивания различные сегменты, якорь и так далее. Но стратегия, сохраняем капсульный мешок во что бы то ни стало, продолжается. Но если трезво посмотреть на эту ситуацию, мы столько изделий ставим внутрь капсулы, помимо самого искусственного хрусталя, то возникает закономерный вопрос, а зачем мы в этих случаях вообще сохраняем капсульный мешок? Поэтому возникла другая стратегия. Отказываемся от капсульного мешка в пользу некапсульной фиксации. Ну и вот я хочу привести примеры последней диссертации этого года, который мне, так скажем, довелось быть оппонентом, который представляет подобные технологии. Либо с фиксацией радужки, либо с фиксацией к целярной борозде. Но даже в этом случае есть некоторые нюансы, потому что при подобной фиксации обеспечить стабильное, ровное, центральное, безнаклонное положение линзы не всегда удается. А я вот хочу вам представить случай смещения интеркулярной линзы, склеральной фиксации, где-то лет через 7. И вот эта картинка, обратите внимание, тут электронная микроскопия, вот этого узелочка, который имеет разные формы. Вот этот узелочек, вернее, этот конец такой ровненький, он был отстечен во время операции, а этот конец находился внутри склеры. И посмотрите, что с ним произошло. Он практически разрушился, поэтому средний, ну так говорят, средний срок жизни склеральной стабильной фиксации 7, 8, 10 лет, но не более. Итак, возникла идея сочетать преимущества внутрикапсульной и внекапсульной фиксации. Идея не новая, ей уже лет много. И вот конец 70-х, начало 80-х годов, линзы Краснова с Пивоваровым, Пучковской с Голубенко, Федорова-Захарова в модификации Егора и Струсова предложили иридокапсулярную фиксацию, когда одни опорные элементы в капсульном мешке, другие в некапсульном мешке. В связи с этим, та линза, которую тоже мы в свое время разработали, которая уже много лет используется, для фиксации, так сказать, иридовитриальной или полностью в некапсульной фиксации, попробовали применить иридокапсулярной фиксации. И вот я хочу показать скриншоты одной из операций, которая заключается в факумификации при подвихе хрусталик с использованным капсулой тракт внутри капсульного кольца и имплантации иолс иридокапсулярной фиксации. Передний капсулорексис круговой и непрерывный. Далее, после выполнения парацинтеза, фиксация ирис-капсул с ретрактами за край капсулорексиса. Вот в итоге, что получается. Далее, факумификация ядра. Режимы зависят от хирурга, от его склонности к торсионному, продольному, гиперзвуковому и прочему режимам. Далее, после удаления факумификации имплантаций внутри капсунового кольца. Она необходима для того, чтобы расправить полностью капсуновый мешок после удаления хрусталиковых масс. В данном случае представлена технология использования просто пинцетов, есть инжекторы, кто как предпочитает. Удобно это сделать и так, и так. Технология достаточно отработана. И после того, как имплантируется кольцо, берется линза с так называемой иридокапсулярной фиксацией, или она производитель называется РСП-3, используется картридж, этапы заправления, дальше этапы имплантации, затем удаление всех крючков, обеспечение именно иридокапсулярной фиксацией линзы, введение препарата для сужения зрачка. Мы предварительно в этих случаях используем иридокапсулярную иридоктомию, чтобы просто расширить ее во время операции. Вот тут это, собственно говоря, и представлено. Затем умывание виско-эластика и оводнение парацинтезов. Так выйдут глаза после операции. Технология используется уже некоторое время, больше двух-трех лет. Мы наблюдаем за стабильностью положения линзы, за контролем макулярной области, контролем давления и состоянием каосного мешка. Пока благополучно. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И вот это, собственно говоря, имплантозамещение в реальной практике, потому что полимерные лист-ретракторы, внутрикапсальное кольцо, полимерный картридж с инжектором и олосы полимера коллагена все отечественно произвело с одноразовым применением. Спасибо большое.